И всех приветствуем, кто уже в прямом эфире, кто еще будет присоединяться, кто будет смотреть записи. Мы немножко пораньше начали, и я, у нас есть где-то до официального начала, да, еще 9 минут. Я ответила на вопрос, который сейчас Ирина задала, который пришел от человека, который смотрел, да. Да, я так понимаю, насмотрела уже какие-то записи, ну, то есть наше встречу. Да, да, насмотрела. Вопрос по поводу герпеса, который выходит, да, на губаху он у него. На губаху, да. Герпес, да, относится к вирусам, да, к программе вируса. И у вируса, как мы говорили на предыдущих встречах, есть своя, своя система убеждений. То есть когда, например, я работаю с вирусом, я работаю не только с человеком, но с носителем вируса, да, но и с самим вирусом. Потому что вирус очень часто думает, что он человеку помогает. Это на самом деле так и есть, потому что вирус призывает обратить человека внимание на какие-то его качества, на какие-то его мысли и чувства по отношению к себе, которые человек не осознает. Я уже об этом говорила, я сейчас еще раз повторю. То есть мы говорим про психосоматику, мы говорим про какие-то чувства, мысли, убеждения, которые вызывают определенное физическое состояние, порой вызывают даже и заболевание, то есть порой я имею в виду, потому что, если говорить болезнь какую-то, то в ней всегда есть соматическая причина, да, психосоматическая. Но поначалу болезнь не сразу становится болезнью, поначалу это как некое состояние возникает, да, которое, если человек игнорирует и не работает с этим состоянием, не обращает на него внимания, тогда вот это состояние перерастает уже в болезнь. Но поначалу нам тело всегда дает сигнал, оно всегда нас как-то предупреждает. И поэтому я говорю, что при наличии определенных чувств, убеждений, программ, мы сначала испытываем какое-то состояние, которое потом может перерасти в болезнь. И если говорить про, например, про герпес, то, нет, сейчас еще немножко, да, уточню. И смотрите, порой мы чувства мы, как правило, знаем, да, мы, ну, потому что мы все-таки, они проявляются в теле. И, как я уже говорила, не всегда человек может определить, что он чувствует, но он просто чувствует, по крайней мере, что ему некомфортно на уровне эмоций, да, он чувствует какой-то дискомфорт на уровне эмоций. Но дело в том, что эмоции — это следствие наших мыслей, следствие того, по что мы верим. И вот тут уже встает вопрос, потому что есть мысли, которые мы знаем, мы их отслеживаем, мы их осознаем. Но есть мысли, которые находятся в подсознательном, в сфере подсознания, и мы не все наши мысли осознаем, и не все наши мысли мы знаем. То есть есть часть нас, которую мы не знаем. Есть наши мысли, которые мы не знаем. То есть есть часть нас, которую мы не знаем. Мы на самом деле знаем себя примерно на… Ну, если вот сознательно говорить, да, что мы знаем про себя, то это примерно 10-15%. А есть очень много того, что мы про себя не знаем. И порой мы это боимся узнать, мы не хотим туда смотреть. Но если мы не идем, не знакомимся с собой, не познаем себя, то мы так и остаемся в состоянии, когда мы думаем, что есть что-то, что нами управляет. И когда мы познаем себя и знакомимся с собой, то мы становимся как раз тем, кто управляет нашей жизнью. И поэтому, когда я говорю про психосоматику, то есть я вам рассказываю о том, что вот эти чувства влияют, вот эти чувства влияют. И у вас может быть такой, например, или мысли, или убеждения влияют на какое-то заболевание. И может быть у вас есть это заболевание, этот вопрос по здоровью. Но когда я вам рассказываю об этом, вы думаете, нет, я в это не верю, у меня этого нет, я так не думаю. Но на самом деле, если у вас есть этот вопрос со здоровьем, скорее всего, что где-то вы все-таки так думаете об этом. Но вы, скорее всего, просто этого не осознаете, потому что эти мысли находятся не на уровне вашего сознательного ума, а находятся на уровне подсознания. А наше подсознание, еще раз, от нас скрыто. То есть наше сознание, наше подсознание, они разделены. И они, доступ к подсознанию у нас открывается только тогда, когда мы переходим в особое состояние волн головного мозга, которое называется тета. И на этом основан, в принципе, принцип тета-исцеления, тета-хиллинга. То есть он через это работает, через то, что мы вот в это состояние входим осознанно, а мы в нем бываем неосознанно на два раза в сутки, когда мы просыпаемся, когда мы засыпаем. Но это очень короткий промежуток. И вот как раз, когда я работаю в тета-хиллинг, когда я работаю с тета-методикой, я сознательно, намеренно вхожу в это состояние. И я в это состояние могу переключить и своего клиента, с которым я работаю. И это не гипноз, потому что человек остается в сознании, но просто это глубокое очень расслабление, когда мозг переключается на другую волну. И тогда начинают приходить ответы, и приходят вот эти вот инсайты и озарения, и человек может вспомнить и события из своего раннего детства, которые он не помнил. И вот как раз узнать о себе что-то, что влияет на его жизнь, и чего он до этого в сознательном состоянии просто не отсознавал и не понимал, и думал, что у него этого нет, например. Поэтому это вот про это, да, что может быть вы услышали от меня какую-то информацию, и поначалу вы решили, что у вас этого нет просто потому, что это не находится в области вашего сознательного ума, а это находится в вашем подсознании. Или эта информация находится в ваших генах, в вашем ДНК, потому что она вам передалась от предков. То есть нам от предков передается не только информация генетическая, чисто физиологическая, да, размер там ноги, цвет глаз и так далее. Нам от предков передаются верования. И ученые уже тоже это доказали, что верование и эмоциональное состояние, которое переживали наши предки, оно записывается в ДНК и передается по наследству. И если говорить про герпес, да, возвращаемся теперь к герпесу. Это было немножко вступление, чтобы объяснить, как это работает, потому что я понимаю, что порой вопросы появляются, и надо на них несколько раз ответить, может быть, по-разному, чтобы в итоге картинка сложилась. Поэтому я периодически на наших встречах буду все-таки к этому возвращаться. И герпес — это... Если говорить про герпес, который на губах, то там программы такие, да, что это как страх потерять лицо, страх перед публикой, перед публичностью, перед тем, что на меня будут смотреть, что обо мне подумают, отсутствие уверенности в себе, в своих силах и страх, ну, страх осуждения я уже сказала, да, сейчас я посмотрю, вспомню, что там еще. Еще в герпесе, который выскакивает на губах, есть ощущение незащищенности. Ну, вот это вот, пожалуй, наверное, такие основные программы. Вот то, что я перечислила. И, соответственно, важно, чтобы с этим поработать, важно работать не только с тем, что я чувствую или что я осознаю, а еще важно работать с тем, вот с этими самыми программами и самим вирусом. То есть есть интуитивные... Я не говорю сейчас только про тетахилинг. На самом деле есть и другие методики, но я просто говорю всегда про тетахилинг, потому что я в нем работаю. Я считаю, что эта методика наиболее целостная, которая позволяет работать со всеми уровнями и с любым запросом. Не так, да, что только с родом поработать, с родовыми программами, да, или там только с психосоматикой, да, только там с чем-то, а с любым уровнем, с любой стороны зайти и проработать все глубинно. Поэтому я говорю именно про тетахилинг. То есть если говорить про работу, например, с герпесом через тетахилинг, то здесь как можно поработать, да, что вот именно работать с вирусом и смотреть, какие убеждения, не только чувства, да, вот я говорила про чувство незащищенности, про страх того, что оценят, что страх осуждения, страх потерять лицо, а смотреть еще, когда это появилось, где это появилось, да, какая первая была причина, какая была первая ситуация, когда вот это чувство возникло, и какие там были приняты решения, то есть во что человек там поверил, в какие убеждения. Например, если брать пример такой, например, такой сессии, как бы я поработала, если бы ко мне пришел такой клиент. У меня были такие сессии с герпесом, да, по поводу герпеса. Что я рассказывала, кстати, по-моему, вот что на одной из встреч, что как раз была клиентка, у которой каждый раз перед тем, как проводить какую-то, да, такую конференцию, там, выступать где-то, да, публично, у нее как раз выскакивал каждый раз герпес. Она его там замазывала, да, там как-то макияж там делала, чтобы, ну, более-менее выглядеть. Да, да, я помню, она говорила. Вот, ну, вот я говорю, я помню, что мы про это говорили. И вот если, то есть, как мы работали, да, то есть, что страшного, да, вот в этом, мы смотрели не на то, что с герпесом происходит, а на то, в каких моментах это выскакивает, да, что вот это всегда перед публичным выступлением. И что там страшного? И вот, например, там страшно, что вот я выйду, на меня будут все смотреть, что они про меня подумают, а вдруг они про меня будут так-то говорить, вдруг они про меня будут так-то говорить, вдруг я не справлюсь, опозорюсь и так далее, да. И мы нашли, а когда вообще это было? С чего это началось? А началось это с того, что в детстве ее ставили на табуретку, заставляли рассказывать стихотворения перед взрослыми, да, и как-то, когда она так, то есть, рассказывала, ну, маленькие, они же потешные, да, и над ней посмеялись. Ну, посмеялись, понятно, что взрослые там смеялись не зло, они не хотели ее задеть, но она-то это восприняла по-своему там, и она начала этого бояться, то есть, начала бояться вот этого, да, что опять посмеются, потому что, и она тогда почувствует себя незащищенной, как там в детстве, да, там, по-моему, как раз за нее, ну, типа, родители не вступились, да, то есть, ну, и она почувствовала там вот эту незащищенность. И мы там это исцелили, поменяли, и я поработала отдельно еще с вирусом, с его, с его программами, и после этого он ее перестал беспокоить, то есть, и он ее, он ее, если он у нее раньше выскакивал, например, там, вот каждые три месяца, когда у нее какие-то мероприятия, потом она вот мне написала где-то через полтора года, что вот там типа что-то опять, да, но совсем чуть-чуть, не так, да, что на пол лица потом разносила, совсем чуть-чуть начала, я сразу посмотрела, где что, там, себе, да, с собой поговорила, себя успокоила, дала себе чувство поддержки, защищенности, что со мной все в порядке и так далее, да, и он, ну, быстренько прошел, то есть, а раньше это, ну, выскочил, да, и на неделю, неделю проходит, потом заживает корочка там и так далее. В общем, вот, это, это как пример я рассказала, это, конечно, кратенький очень пример, но примерно как это, как это работает и откуда это может взяться. Естественно, сознательно она это могла, ну, она могла бы к этому прийти сознательно, но если бы она, наверное, стала долго себе задавать вопрос, когда, где это началось, то есть, и мы как-нибудь поговорим еще о том, что, в принципе, какие-то вещи можно с собой сознательно разобрать и понять. Лен, я правильно поняла, что здесь нужно все-таки искать взаимосвязь, хотя бы понаблюдать с собой. Вот, вот, каждые два месяца возникает герпес, хотя бы предыдущие вот дни посмотреть, что этому предшествовало. Да, ну, она, в принципе, уже вот эту связь отследила, то есть, она уже отследила. Я про свою девушку, про свою, про Ольгу, про Ольгу говорю, то есть, вот она может же вспомнить, просто сесть и вспомнить, там, на прошлой неделе, что было, потому что герпес, ну, он все равно, он как-то, он же как бы зреет-зреет, потом раз и выскочил. Я правильно понимаю, что вот он, не все в порядке, и вдруг ни с того, ни с сего он выскакивает? Ну, да, то есть, всегда что-то, есть какой-то фактор, который способствует. То есть, там можно позадавать вопросы, да, что, от чего он меня защищает, чему он служит, да, чем он мне помогает, то есть, в каких ситуациях, что я там чувствую, да, что я в этот момент чувствовала, или, например, какие до этого происходили события, или накануне каких событий он выскакивал. Ну, то есть, хотя бы, да, отследить, что происходит в этот момент жизни, какие чувства, какие эмоции, да, конечно, потому что оно обязательно связано. Ну, давай будем двигаться тогда, у нас такая интересная тема, просто вообще природная, короче, ты даже сегодня будешь про заболевания, я так понимаю, про артриты, про артрозы. Самое главное, как раз, суставные проблемы. Ну, все, тогда давай, я включаю свое видео. Да, мы сегодня, да, мы сегодня продолжаем говорить про тему опорно-двигательного аппарата. Больше говорим сегодня про суставы именно на тему того, Ирина расскажет, какие есть природные защиты, природная защита, какая есть для суставов, да, то есть, что им необходимо, как мы их можем поддержать на физическом уровне, именно с физической стороны. Я расскажу про заболевания опорно-двигательной системы и про то, какие чувства, какие убеждения, какие наши мысли способствуют формированию этих заболеваний. Соответственно, с чем нам важно работать, от каких чувств мысли освобождаться, какие чувства мысли менять, чтобы способствовать исцелению и через энергетический, и психосоматический уровень. И я напомню, да, что вообще сама кость, сама скелетная система, она связана с короной чакры и с нашей связью с Создателем, потому что она вообще является нашим стержнем, поддерживает нас в жизни, и самая наша глубина, на самом деле, поддержки в нашей жизни, которая у нас может быть, это наша связь с нашим источником, который, на самом деле, является энергией мироздания, энергией Творца, энергией, безусловной, любви, неважно, как вы это называете, да, как вы эту энергию называете. И также еще хочу обратить ваше внимание на то, что если говорить про костную систему, то у нас еще в костной системе, в костях, у нас еще формируются и клетки крови, да, то есть наша костная система, она еще и связана с нашей кровеносной системой, и я поэтому всегда говорю, что наше тело, оно вообще все так взаимосвязано, что начинаешь говорить про одну систему, да, уходишь в другую, то есть потому что они, они очень близко. Про позвоночник, в общем-то, мы говорили в прошлый раз, если говорить про суставы, то суставы – это то, что соединяет наши кости и позволяет нам, нашему скелету, двигаться. Без суставов, даже если был бы скелет, да, но не было бы суставов, мы бы все равно, мы бы, ну, то есть могли бы там, наверное, там, мы бы имели форму, но двигаться в этой форме мы бы не могли. Мы можем двигаться благодаря тому, что у нас есть суставы. И, в принципе, уже само назначение суставов подсказывает нам о том, с чем нам важно разбираться, с чем нам важно работать, на что важно обратить внимание, когда у нас есть какие-то заболевания суставов. Потому что, если говорить в целом, если есть какие-то вопросы с суставами, то это всегда вопрос движения. Вопрос того, что мы не двигаемся, и не двигаемся не только на физическом уровне, хотя это тоже важно, но еще и то, что мы не двигаемся в своих мыслях, мы не двигаемся в своих каких-то внутренних процессах. То есть, когда мы запрещаем, не разрешаем, ограничиваем, боимся движения вперед, движения по жизни, а жизнь, она ведь не стоит на месте. Есть такая пословица, да, что нельзя в одну реку дойти дважды. Это вот про это, то, что мы, наше тело постоянно меняется. Мы говорили о том, что скелет обновляется примерно за 7 лет. Представляете, то есть через 7 лет, ну, скелет – это та структура, которая дольше всего обновляется. То есть кожа, например, обновляется быстрее, еще какие-то другие системы и органы обновляются еще быстрее. То есть у каждой системы в организме, у каждой ткани, у каждого органа есть свой срок, за который он обновляется. И, по идее, да, через 7 лет, когда обновится еще и ваша костная система, это может быть совершенно другой человек. Вы просто подумайте об этом. Поэтому, когда мне говорят, что, ну, то есть, не то, что мне, да, говорят, но когда я слышу вообще о том, что есть, типа, неизлечимые заболевания, я понимаю, что это всего лишь, опять же, то, во что верят те люди, которые так думают или которые так говорят. Потому что, если подумать о том, что через 7 лет наше тело – это вообще тело, по идее, совершенно новое, то, работая с собой и обновляя свои мысли и свои чувства, да, наши клетки будут, например, обновляться и уже обновляться с другими чувствами, с другими программами, с другими эмоциями. И, соответственно, через 7 лет мы можем создать другое тело. Вопрос в том, куда мы движемся, ну, то есть, на что наш фокус. И если говорить про, опять же, да, возвращаясь, возвращаться к нашим суставам, то, когда мы говорим про заболевания суставов, то, еще раз, да, это всегда вопрос того, насколько мы позволяем себе двигаться, насколько мы умеем быть гибкими сами. То есть, гибкими, опять же, не в плане физическом, да, когда мы делаем там растяжку, делаем какие-то упражнения, а в плане того, что насколько мы позволяем себе быть гибкими в наших мыслях и насколько мы позволяем и видим какие-то новые варианты, позволяем каким-то изменениям происходить в нашей жизни. И если у нас включается сопротивление, когда мы понимаем, что нас ждут какие-то изменения, или они вот даже просто уже стоят на пороге и говорят, пора что-то менять, а мы сопротивляемся, мы хотим остаться в том, что мы знаем, и не хотим ничего нового выпускать, узнавать, видеть, слышать, то это вот как раз тоже про негибкость, про то, что мы не хотим двигаться вперед, потому что движение вперед – это всегда какое-то изменение, оно может быть постепенным, оно может быть комфортным. Не обязательно, что изменение и движение вперед – это через революцию, через трагедию, через страдания, через потею, оно может быть и мягким, и плавным, если вы этому позволяете происходить. Если мы не позволяем вообще никаким изменениям происходить, то мы становимся, то, что называется, закостенелыми, и, соответственно, наши суставы тоже перестают быть гибкими. Посмотрите даже, кто страдает чаще всего вопросами с заболеванием суставов, то есть это уже, как правило, у людей происходит с возрастом, и вот как раз с возрастом люди перестают быть гибкими, становятся такими закостенелыми, и у них начинаются вот эти заболевания, они считаются такими старческими заболеваниями, хотя это на самом деле не про это. Есть люди в возрасте, которые очень гибкие, подвижные, я знаю примеры, когда бабушка в 90 лет дает йогу, и она такая гибкая, подвижная, и вот это про то, что человек не только двигается на физическом уровне и что-то делает на физическом уровне, но и что внутри у него тоже есть готовность и открытость к таким изменениям, потому что я просто читала, да, вот как раз видела где-то пример про бабушку, что она на самом деле начала заниматься йогой что-то, по-моему, в возрасте, ну, уже, по-моему, в пенсионном, предпенсионном, то есть не с молодости, да, не то, что она там 20 лет этим занимается. И вот это вот, несмотря на возраст, открытость и готовность к каким-то изменениям, к чему-то новому, оно как раз внутреннее вот это состояние гибкости, открытости, подволения изменениям происходить, оно и придает нашим суставам тоже подвижности. И давайте сейчас поговорим конкретно, да, ну, вот то, что я говорила, это конкретно, например, негибкость, да, и нежелание быть гибким и закрытым, это относится к такому заболеванию, как артрит. Сейчас еще вернусь немножко к тому, что кольки производят кровяные тельца, мы про кровяные тельца будем, конечно, говорить больше, когда будем говорить про кровеносную систему, но тем не менее, да, вот костный мозг. Если вопросы с костным мозгом, которые связаны с нашей кровеносной системой, то это вопрос того, что мы не ощущаем питание, заботы и поддержки, нам их не хватает, или мы их не умеем принимать, или не умеем о них просить. Или у нас есть какие-то убеждения, которые нам говорят, что мы недостойны, и мы не можем получить, нам не хватает, да, то есть, как я уже говорила на прошлой встрече, что порой человеку даже дают заботу и поддержку, но он ее не умеет принимать, и ему кажется все время, что ее недостаточно, что у него нет этой заботы и поддержки. И тут еще всегда вопрос о том, насколько мы чувствуем заботу и поддержку как раз со стороны высших сил, да, тех, что мы называем там наши ангелы-хранители, потому что люди про них тоже забывают, а они есть у всех. Ну, люди про них забывают, не обращаются к ним за поддержкой, а потом говорят, что да, я вот один, я не чувствую себя там защищенным в этом мире, в этой жизни, никому не нужен. Или про то, что мы не умеем заботиться и поддерживать и принимать заботу и поддержку от себя, мы считаем, что как будто бы я сам себе это не могу дать, мне нужно, чтобы это мне кто-то дал извне, и мы начинаем что делать? Мы начинаем усиленно заботиться о ком-то другом в надежде и выжидании, что я сейчас о нем позабочусь, а потом он мне даст поддержку, да, это такое происходит очень часто между родителями и детьми, когда родители вкладываются в детей, но делают это не безусловно, как в принципе это нормально, да, а как это должно быть, скажем так. А когда родители вкладываются в детей с таким внутренним посылом, что вот я сейчас тебе, я сейчас вот о тебе заботюсь, тебе вот то, и все, пятое, и пятое, а ты потом мне, будь добро, да, верни должок. Но если потом они не получают от детей того, что они ожидали, когда они в них вкладывались, у них возникает вот эта вот обида, вот это вот, что вот, никто обо мне не заботится, никто мне не помогает и так далее. Ну или я говорю, или я даже, бывает так, что дети-то и заботятся по-своему, так как они могут, так как они считают, да, то есть как они хотят, как они видят это. А родители либо этого не видят, либо не умеют это принимать, и все равно остаются вот в этом состоянии, да, что я один, я брошен, никто никому не нужен, нету, да, поддержки, нету заботы. Но это, прежде всего, я говорю еще раз про заботу и про умение подпитать себя, про себя, про то, какие у меня отношения с собой, как я сам с собой, как сам к себе отношусь и что я сам себе даю. Подагра, артроз, подагра, артроз очень часто связаны с тем, что человек проявляет в чем-то упрямство, не хочет слышать мнение другого, да, точку зрения другого, то есть стоит на своем, да, что нет, вот только так, по-моему, должно быть. Нежелание меняться, критичность, да, критичность как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Программа, что мне все должны, или кто-то должен, да, там, родители, еще кто-то, да, то есть вот если есть такие убеждения, то порой они вот проявляются в виде подагр артрозов, так же там может быть программа того, что человек не умеет говорить нет где-то, да, где-то или чему-то в своей жизни не умеет говорить нет. Следующее заболевание, про которое я скажу, это карпальный синдром, то есть это заболевание больше, оно связано с неврологией в том числе, но и в том числе оно связано и с нашей костной системой. Это когда немеют пальцы на руках, на ногах, то есть там сдавливается нерв, но он сдавливается как раз за счет неверного положения суставов. Это, ну, больше это про карпальный синдром, это больше про руки, когда вот у человека немеют руки, да, и он начинает ощущать слабость в руках. И там программы такие, что человек пытается, то есть на что важно обратить внимание в этом случае, на то, где я пытаюсь все контролировать и держать все в своих руках, и что-то не могу отпустить. Я хочу, то есть есть такое выражение, что, ну, как, что все не удержишь, да, все не удержишь, или невозможно все удержать, да, чтобы что-то новое получить, надо что-то старое отпустить. А если я хочу держать все в своих руках и все контролировать, то руки в таком напряжении, да, что они устают и начинают ощущаться наоборот обратный, да, эффект, когда слабость появляется. Остеопороз. Если говорить остеопороз, мы на прошлом немножко уже говорили, да, про, мы говорили в прошлый раз, на прошлой встрече про то, как от остеопороза защититься, то есть как, какими именно физическими можно воздействовать на это состояние, то есть какими физическими препаратами, так как витамины там и так далее, да, витамины, минералы. Если говорить про остеопороз с точки зрения психосоматики, то остеопороз — это потеря внутренней духовной структуры и застывания в ограничивающих программах, то есть когда… Это потеря даже, я бы сказала, связи с создателем, то есть когда человек не чувствует свои связи с создателем, и при этом неважно даже, да, то есть человек может ходить в церковь, молиться, ставить свечки, еще что-то делать на эту тему, считать, что он духовный, что он верующий, но это может, да, но при этом внутри этого не чувствовать, то есть когда это только изумает вот, и когда человек на самом деле внутри не чувствует вот эту свою связь и поддержку от Творца, может быть, он не верит в то, что он достоин, да, того, чтобы создатель с ним общался. Вот в этот момент теряется его вот эта духовная структура, и он начинает… И это приводит как раз к вымыванию вот из костей тех необходимых веществ, которые создают плотность кости. И тогда кости становятся хрупкими, да, то есть человек теряет вот эту опору внутреннюю. И в этом состоянии еще человек вообще забывает и не умеет, или не умеет, да, или забывает ощущать себя единым с Творцом и ощущать себя частичкой Творца. Да, частичкой, я говорю частичкой, но если посмотреть через энергию, то это частичка, в которой заключена бесконечность. То есть, знаете, вот для мозга в этом случае, наверное, это является парадоксом, типа как это частичка, да, и при этом бесконечность. Но вот тем не менее это так, потому что если посмотреть, то в каждой нашей клетке есть атом. А вы знаете, что сила атома, да, даже одного атома, она просто огромная. Да, на этом основана наша атомная энергетика. Хотя она порой является разрушительной, но при этом нельзя отрицать, что сила одного даже атома, она просто огромная. И вот это про это, что в нашей каждой клеточке есть много молекул. В каждой молекуле есть еще много-много атомов. И вы представляете, какое количество атомов в вашем теле? И если взять даже одну вашу клеточку, в ней уже есть энергия Творца. Ни где-то в сердце, ни где-то в голове, в каждой клеточке. В каждой клеточке нашего тела есть энергия Творца. Ее можно назвать энергией мироздания, еще как-то, но суть одна. И обращаясь к одной даже клеточке вашего тела, вы можете соединиться с Творцом и через эту связь получить доступ к огромной, просто безграничной энергии. Но если мы про это забываем и считаем, что мы от Творца отделены, что Творец, он где-то там, на небе, где-то далеко, и он меня не слышит, и я не чувствую его, то мы теряем вот эту связь и теряем вот эту основу внутреннюю, духовную. И тогда и наше физическое тело начинает страдать. То есть это застревание в ограничивающих программах, когда мы застреваем в ограничивающих программах. То есть что такое ограничивающие программы? Это когда мы как раз думаем, да, что мы чего-то не можем, мы на что-то не способны, мы чего-то недостойны, с нами что-то не так. То есть все мысли, которые нас уничижают, наше достоинство, они являются ограничивающими. Потому что на самом деле это не так. Это просто то, во что мы порой верим. Наша задача, то есть если мы начинаем с этим работать, и начинаем хотя бы даже на нашем сознательном уровне думать про себя по-другому, то уже даже от этого будет многое меняться. Так, сейчас я прочитаю этот вопрос, потому что дисплазия соединительной ткани, с чем связано мышление? Знаете, я про это буду говорить позже, потому что сейчас это не тема опорно-двигательного аппарата. То есть мы говорим сейчас про кости и про суставы. У нас еще будет мышечная система, нервная система. То есть мы будем говорить про другие системы, да, и вот когда мы до этого дойдем, там мы про это поговорим, потому что к этой нашей сегодняшней теме это не относится. Некроз головных, бедренных костей, с чем может быть связано мышление. Ну вот это как раз то, про что я говорила сейчас. Потом послушайте запись, верните к тому, о чем я сейчас говорила, да, потому что некроз – это тоже как умирание этой ткани, да, то есть костной ткани, разрушение. А, дисплазия суставов. Хорошо, сейчас мы дойдем до этого. Давайте, знаете как, давайте я сейчас расскажу про все заболевания, которые есть. Если я про какие-то не сказала, вы потом про них напишите. Хорошо, вопрос? Потому что, может быть, я буду про них говорить, потому что я еще не про все рассказала пока еще в процессе. Так, еще, да, про остеопороз и про то, что связано с разрушением костной ткани. Это когда у человека вот есть, не проходит чувство отчаяния, да, то есть когда он чувствует отчаяние, беспомощность и бессилие, и невозможность чем-то справиться в своей жизни. И это как раз, опять же, на самом деле, все это состояние, любое, да, из этих состояний, оно говорит о том, что просто у человека утеряна связь со своим источником, с силой, утеряно единство с животворящей силой. Я ее могу назвать ци, прана, да, ее в разных культурах, в разных практиках называют по-разному. Но еще раз, да, я говорю про единую творящую силу, универсальную энергию мироздания, из которой состоит все на самом глубинном уровне, из которой состоит все бытие. И когда у человека именно на уровне ощущений, то есть она никуда не девается, даже если человек не чувствует своего единства с этой энергией, на самом деле она никуда не девается. То есть это больше похоже на то, когда... То есть энергия всегда в вас, она всегда в каждом человеке присутствует, и вокруг вас, и что бы вы ни взяли, да, стакан, вода, все, что угодно, все, что вас окружает, и даже воздух на глубинном уровне, это все одна и та же энергия, которая просто приобретает разную форму. Но когда мы считаем, что мы от нее отделены, что у нас нет с ней связи, что мы забываем про то, что она в нас, мы как будто бы как раз сами от нее отказываемся. То есть она к нам приходит, хотя мы даже когда делаем вдох, мы уже с ней соединяемся, но мы порой про это забываем, не чувствуем это, не верим в это. И тогда мы как раз эту энергию, как будто бы, ну как будто бы от нее отдаляемся, да, то есть она... Не энергия нас покидает, мы ее покидаем, понимаете? То есть вот есть, я не помню в какой религии, но есть такое изерчение, что типа там Бог, он всегда рядом, да, он всегда стоит возле тебя, да, возле твоей двери, ждет, когда ты дверь эту откроешь. И это вот про это, что на самом деле энергия, она никогда нас не покидает. И даже когда физическое тело перестает существовать, на самом деле энергия нас не покидает. И мы являемся неотъемлемой частью этой... То есть наша глубинная суть является, неотъемлемо связанной и неотъемлемой частью этой всемирной энергии, вселенской энергии. Но мы порой в нашем существовании в физическом мире про это забываем. И одна из наших такая, наверное, задач, да, у каждого человека, это как раз вот это вспомнить осознанно, прийти к этому осознанно. У каждого своя дорога к этому. Но чем больше мы с энергией соединяемся, тем нам становится все остальное в жизни проще. В том числе наше физическое состояние становится для нас проще и радостнее. И если у человека вот такое верование, что ему ничего не может помочь, все бесполезно, то у него как раз начинается либо остеопороз, либо некроз, ну то есть разрушение костной ткани. Если говорить про ревматизм, что в ревматизме? В ревматизме, так же, как и в подагре, присутствует критика, но в ревматизме, да, у тех, у кого ревматизм, это, как правило, чрезмерная критика и перфекционизм еще туда добавляется. А также ревматизм способствует ревматизму, когда человек не умеет проживать свои чувства, гнев и злость, вот эти эмоции, и начинает их подавлять. И подавленный гнев и злость могут уйти, да, в сочетании с перфекционизмом и с чрезмерной критикой, могут уйти в то, что создают ревматизм. То есть проявляется, вот это сочетание проявляется на уровне тела через ревматизм. Дальше. Ревматоидный артрит. Это уже аутоиммунная. Это когда наша иммунная система атакует сама себя и при этом разрушаются суставы. И у человека с ревматойным артритом, да, помимо вот этих программ перфекционизма, чрезмерной критики, требований и скрытой злости, и скрытого гнева, еще также присутствуют чувства вины, обида, грусть. И эти люди очень часто все оспаривают. То есть эти люди, которым говоришь, что бы ты ни сказал, да, они начнут это сначала оспаривать. То есть они как будто бы не могут сразу согласиться, да, им надо сначала оспорить, что бы ни было, да. Ну и, соответственно, вот с этими чувствами важно работать, да. То есть у таких людей еще очень часто есть такое, как некий плач внутри, когда они внутри плачут, внутри у них слезы, но они их не проявляют, они такие стараются быть такими, да, жесткими, потому что у них же перфекционизм. Они поэтому такие, типа, плакать нельзя, чувства показывать нельзя. То есть это вот, ну это, я основное, да, рассказываю, что такое более основное в этих заболеваниях. Остеохондроз. Остеохондроз, я про остеохондроз говорила на предыдущем, еще раз повторю, что остеохондроз, то есть это же шейный, да, именно я имею в виду шейный остеохондроз. Это нежелание смотреть по сторонам, видеть новое. Упертость также, упертость в своем мнении. Также, кстати, давайте скажу такой момент еще, что порой вопрос со спиной, помимо вопроса со спиной, если есть какое-то заболевание спины, надо еще смотреть почки, потому что порой сбой в надпочечниках может давать картину, да, как у каких-то проблем со спиной, там типа того же самого ревматизма. сколиоз, искривление, искривление позвоночника, это неспособность двигаться с потоком жизни, в потоке жизни, недоверие к жизни, опять же тоже, это все опять же про поддержку, про то, что ощущение одиночества, непонятости, того, что меня не поддерживают, и в том числе не поддерживают близкие, страх, страх перед движением вперед, ну вот это, то есть это основное, то, что в сколиозе присутствует, межпозвоночные грыжи, межпозвоночные грыжи, и если особенно там присутствует смещение, то это опять же потеря опоры в жизни, потеря смысла порой бывает, потеря смысла жизни, когда человек теряет смысл и опору, и не чувствует смысла и опоры в себе, и опять же, я сейчас скажу, повторюсь, но это опять же про потерю связи с творцом, и потеря ощущения, что жизнь, что жизнь, потому что жизнь, если говорить про жизнь, то это опять же, жизнь это можно сказать, что это творец, и когда я не чувствую поддержки от жизни, я чувствую себя потерянным в жизни, происходит вот, начинаются все вопросы со спиной, и там еще надо смотреть участок, да, какой, где это, про участки спины мы на прошлой встрече говорили, так, в раке кости в раке кости присутствует чувство ненависти, порой это бывает скрытая ненависть, глубинная, которую человек даже сам не хочет признавать, и какая-то глубинная боль, связанная с этой ненавистью, потому что, когда человек испытывает чувство ненависти, он на самом деле этим чувством причиняет боль и себе, мы же думаем, как, что, типа, если нас кто-то ненавидит, то вот как будто бы он плохой, да, и он там, он нам причиняет боль, на самом деле, человек, который чувствует и носит где-то в себе ненависть по отношению к любому, это, то есть, неважно к чему, да, это к чему-то, может быть, абсолютно что угодно, но если есть где-то это непрожитое чувство, непозволение его чувствовать, и даже бывает порой отрицание, когда человек хочет быть или казаться, да, таким добрым, положительным, позитивным и не признает, что, сам не признается, что он где-то что-то или кого-то ненавидит и долгое очень в себе это чувство носит, вместо того, чтобы на него посмотреть, его понять, признать его и просто отпустить или поработать с этим чувством, в принципе, чувство ненависти это одно из немногих чувств, которые можно просто отпускать, вот даже не работать с ним, а просто признать, позволить ему быть и отпустить его, то тогда вот у человека может возникнуть именно рак кости. Так, злокачественное, я буду двигаться быстрее, у нас уже, оказывается, 40 минут, да, прошло. Так, ну, про это я уже сказала, что напряженные, неподвижные суставы это внутреннее напряжение, скованность, остеоартроз, дистрофическое заболевание суставов, это когда у человека присутствует отрицание, сильное отрицание чего-либо в своей жизни, либо человек отрицает что-то в себе, не хочет видеть, признавать, опять же, либо он отрицает что-то вокруг себя, то есть, что такое отрицание, да, когда, например, мне что-то не нравится, я начинаю это осуждать и порицать это, или когда, например, есть что-то во мне, что мне не нравится, я начинаю это отрицать, и говорю, что нет, нет, у меня этого нет, я не такой, и так далее, вместо того, чтобы опять же признать это, посмотреть это и поработать с этим, и потом это может перерастать вот в утеоартроз, то есть, потому что там также есть критика, как и при подагре, при ревматизме, но вот помимо других, тех моментов, которые есть в ревматизме и подагре, тут еще есть вот это отрицание, отрицание, непризнавание, нежелание чего-то видеть, осуждение. Про перелом я в прошлый раз говорила. Так, про дисплазию сейчас, сейчас я посмотрю про дисплазию. Дисплазия, вы имеете в виду именно дисплазия сустава, да? Давайте сейчас мы дадим слово Ирине. Ирина сейчас нам расскажет про наши прекрасные натуральные продукты, витамины, которыми мы можем поддержать нашу систему суставов, наши суставы, напитать их, а потом я отвечу на вопросы. Я еще, знаешь, Лен, про что бы хотела рассказать. Вообще вот саму суть задачи, не скажу проблемы, суть задачи, масштаб задачи, хочу немножко рассказать про строение суставов, потому что на самом деле это такая вещь интересная, казалось бы, да, слышали такое выражение, наверное, когда болит голова, что там может болеть, это же кости, да? То же самое, что там может болеть, это же, в общем-то, кости соединяются. А тем не менее, поэтому давайте немножко я вам расскажу, чтобы вы вообще представляли, что это может быть. Ну вот здесь, кстати, вот на этом слайде, слайды-то видны, они листаются? Нормально все? Алло, вот так, так, Лена отключилась, ага, ну, я думаю, слайды видны. Так, давайте еще раз, вот так вот. Итак, в нашем теле насчитывается 230 суставов и 187 сочленений. я не буду про все вот эти вот конструкции говорить, только скажу, что суставы обычно делят на три группы. Синоартрозы, это неподвижные, то есть фиксированные, то есть череп, это тоже сустав, только вот кости там не двигаются. Дальше, амфиартрозы, это полусуставы, это частично подвижные, это как раз наш позвоночник, и диартрозы, это истинные суставы, это подвижные. Вот как раз на этой картиночке строение истинных суставов. Они приблизительно, хотя они все разные, коленный, тазобедренный, плечевой, но у них есть нечто общее. И, то есть это суставная поверхность, суставная капсула и суставная полость. Так вот, кровоснабжение сустава, то есть, казалось бы, там же нет никаких не сосудов, как там вообще все это, все это снабжается, все это питается и еще и болит иногда. Так вот, кровоснабжение сосудов, кровоснабжение сустава, оно осуществляется из такой разветвленной суставной артериальной сети, там всего 3-8 артерий. Иннервация. Иннервация – это снабжение нервами сустава, осуществляется нервной сетью. И все суставные элементы, кроме как раз вот этого гиалинового хряща, имеют иннервацию. То есть могут болеть все элементы. В них обнаруживается значительное количество нервных окончаний, осуществляющих как раз болевое восприятие. Вследствие этого они могут стать источником боли. Ну и вот я уже сказала, что суставы делятся на три группы. Это как череп, позвоночник и все наши подвижные суставы. Следующий слайд. Ну и вот в организме человека 200 костей, более 300 суставов, связки, мышцы. Получается очень надежная, прочная и пластичная система как раз опорно-двигательного аппарата. Ну суставы объединяют кости скелета как раз в единое целое. То есть если бы не было суставов, то скелет бы вот просто развалился. И немножко цифр. Потому что сами по себе вот эти вот все знания, то есть из чего там сустав состоит, что он разделяется на простой и сложный. Там классификация по принципу, по числу суставных поверхностей. Я считаю, что это нам вот лишнее. Нам нужно что знать? Причины суставных заболеваний и что мы с этим можем сделать. Итак, немного цифр. Ну боли в суставах и вообще суставные проблемы это, наверное, самые-самые древние, потому что от них страдали не только древнеегипетские фараоны, а даже неандертальцы. Ну это, естественно, по находкам археологов все это люди поняли, что это несколько там тысячелетий и так далее. Боли в суставах на сегодняшний день испытывают 30% населения. Если уже более 40 лет, то 50% всех людей уже что-то болело или болит в данный момент. Ну и, к сожалению, пожилые люди старше 70 лет практически все, за редким исключением, испытывают проблемы с суставами, то есть 90%. Вы даже знаете, мы даже как можем, мы даже можем посмотреть на своих родителей и понять вот по этой статистике, к какому уровню, к какой категории они относятся. Ну и давайте о причинах. Генетическая предрасположенность. Да, это есть такое. Я, например, знаю, что у моего папы проблемы были как раз с тазобедренными коленными суставами, и в свое время я начала эту проблему у себя просто профилактировать. Потом расскажу свой опыт. Дальше. Травмы. Ну, возрастные изменения. Избыточный вес. То есть, ну, здесь что про это говорить? У меня у самой 15 килограмм лишнего веса, я с этим работаю с переменным успехом, то плюс, то минус, потому что это дисциплина должна же быть. Вообще дисциплина даже, чтобы оздоровить наши суставы, какие-то профилактические программы, да даже не суставы, по иммунитету, по другим каким-то задачам, даже профилактикой заниматься нужна дисциплина. Высокие физические нагрузки, ну, и малоподвижный образ жизни тоже. И вот я хочу вам дать две фотографии, чтобы вы посмотрели как раз вот сустав с артрозом, здоровый коленный сустав, да? То есть, ну, здесь и здоровая бедренная кость, и здоровый суставной хрящ, и здоровая берцовая кость, и уже когда происходит разрушение, то есть вот на картинке явно видно, что происходит и смещение некоторое, и разрушение суставного хряща, и смещение бедренной кости, и это уже сустав с артрозом. То же самое про плечо-лопаточный сустав, то есть здоровый сустав слева, и справа сустав с периатритом. А вот я думаю, я, по крайней мере, точно испытывала такие неприятные вот ощущения в левом плече, и вы знаете, это такие ноющие неприятные боли, от которых, ну, хочется побыстрее избавиться. Есть программы в Siberian Wellness, с которыми быстро работать, есть, с которыми медленно, как раз суставная задача, суставная проблема, это одна из самых сложных, с ними работают люди и полгода, и год, и полтора, и два, а кто-то всю жизнь. Почему? Да потому что 50% коллагена хрящей наших как раз обновляются, Лена говорила про суставные вещи, а здесь хрящ обновляется за 10 лет. Представляете, белковый состав печени обновляется за 4 дня. Ну, печень – это, наверное, такой орган, с которым вообще самый благодарный, я считаю, орган, с ним нужно работать, и 100% там получается выполнить задачу. Вот, поэтому организму точно нужна помощь в обновлении и восстановлении суставных и хрящевых тканей, то есть сам он просто не справляется. Тем более, если вот по костной ткани мы говорили, что там очень много зависит от питания, то есть добавьте нужные микроэлементы и так далее, и можно решать задачи. То здесь от питания, как от такового, не зависит. Знаете, кто-то говорит, что вот в питании должны присутствовать всякие бульоны крепкие и что-то типа холодца и так далее. Ну, к сожалению, да, это вкусно, безусловно, но вот такого явного действия на тот же хрящ, на суставы, это, к сожалению, не несет. И что важно для сохранения здоровья суставов? Ну, поддерживать регенерацию хряща, восстановить микроциркуляцию, потому что хрящ как раз находится в суставной сумке, вот, и вот эта жидкость, которая суставная, синавиальная жидкость ее называют, ее нужно, ну, чтобы она была здоровой. Как это сделать и какие продукты для этого, я попозже расскажу. Обеспечить регулярную двигательную активность. Ну, понятно, что здесь согласно возрасту. И вы знаете, вот у меня маме в этом году исполняется 85 лет, и буквально лет 5 тому назад, она у меня раз в год ездит всегда в Колос отдыхать. В Колосе шикарный теренкур, то есть она проходит там 2 километра он составляет. Так вот, 5 лет тому назад она в день делала 5 кругов, то есть 10 километров. В этом году, спрашиваю, мам, ну сколько ты ходила в день? Ну, говорит, я по 2 круга ходила. Вот, то есть понятно, согласно возрасту она себя не нагружала, но 4 километра в день она проходила. После завтрака, после обеда, просто гуляла. Поэтому, согласно возрасту, точно. Насчет 10 тысяч шагов ничего не могу сказать. Вы знаете, у меня вот есть смарт-часы, и по этим часам максимально у меня получается 10 тысяч шагов, да, где-то около 10. Но это если я специально хожу, специально заставляю себя там, у меня автомобиль, поэтому проблемы некоторые. Вот, а вообще в среднем 6,5-7 тысяч шагов, это если не специально, а просто вот по дому, машинку подальше немножко поставлю, там в магазин схожу, с собакой погуляю и так далее. Вот получается 6,5-7 тысяч. Можно, конечно, добавить. И какие ресурсы у нас есть, ресурсы для поддержки суставов? Ну, это как раз компоненты суставных и хрящевых тканей, суставной жидкости, их аналоги. Что это за компоненты? Это хондроэтин, глюкозамин, гиалуроновая кислота, коллаген, солицин и так далее. И природные вещества с противовоспалительным действием. На самом деле их много. Компания взяла для себя Cyberin Wellness, взяла для себя вот прямо такие самые-самые сливки. Это экстракты окопника и сабельника, это экстракты вытяжки из ивы, это природные салицилаты, это хвост, шиповник, солодка и так далее. И теперь немножко поподробнее про некоторые из этих компонентов. И потом перейдем к продуктам, к нашим и к программам. Итак, хондроэтин, сульфат и глюкозамин. Это как раз специфические компоненты суставной соединительной ткани. Они способствуют отложению кальция в костях, они стимулируют синтез гиалуроновой кислоты, они способствуют активной регенерации самого хряща, угнетают действия ферментов, которые разрушают костную ткань. И наши продукты. Вы знаете, что у нас есть в интернет-магазине прямо специальные разделы. Так вот, в прошлый раз мы здоровая костная ткань, был целый раздел, а сейчас суставы. И вот там совершенно другие продукты. Итак, джоинт комфорт, это суставной фитосорбент. Вот на этом фитосорбенте полтора года тому назад я работала со своим левым коленом. Это была целая программа, я потом озвучу эту программу. Вы знаете, я работала где-то сначала полгода, потом небольшой перерывчик сделала, потом еще несколько месяцев. Вот, и самая вишенка на торте получилась. Когда я добавила гиалуроновую кислоту, тогда еще МСМ не было у нас серы. И гиалуроновую кислоту, когда добавила в программу, то тут уже и накопительный эффект от предыдущих продуктов был, конечно. Но тут я сразу просто почувствовала облегчение. И вот на все это ушло у меня где-то, наверное, год и два месяца, где-то года полтора. Но я целенаправленно работала, дала себе слово, дала слово своим консультантам, что я с этой проблемой справлюсь. Потому что, ну, я не знаю, как, кто, может быть, кому-то нравится, когда что-то болит, мне не нравится, когда у меня что-то болит, когда я чувствую этот орган. Ну, это вообще неприятное ощущение. Итак, очищение лимфатической системы – это наш пятый, наверное, пятый аналог лимфосанов. Были у нас такие продукты, вот часто называют сорбенты. Поддержание здоровой микрофлоры кишечника, оптимизация процессов пищеварения, противовоспалительный эффект. За счет чего? Ну, во-первых, порошок из плодов шиповника. Кстати, напиток получается, мы из него делаем напиток, очень вкусный, приятный, полезный. И я для себя выбрала, чтобы ни с чем его не сочетать, на ночь очень удобно, потому что вы знаете, что с сорбентами не рекомендуют никакие витамины. Ну, по крайней мере, нужно разносить по времени, где-то час-полтора. И вот самое удобное – все сорбенты принимать на ночь. Магнии в ужин, сорбенты на ночь. Дальше – коллаген гидролизованный говяжий, смола индийской акации, топинамбур, пектиновый концентрат и экстракт коры ивы. Вот именно этот состав делает продукт рабочим и эффективным. Экстракт белой ивы. Ну, почему? Потому что это содержит салицин, помогает снять воспаление, устранить болевые ощущения. Гидролизат коллагена. Он как раз способствует укреплению и уплотнению хрящевой ткани. Но, видимо, его было недостаточно. Поэтому вот гиалуроновая кислота и тогда еще у нас, кстати, гиалуроновая кислота и витамин С – это в напитке было. То есть достаточно дорогое у меня получилось постановление, дорогое лечение. Это сейчас у нас есть коллаген и витамин С, гиалуроновая кислота и витамин С, которая стоит на два месяца 2200. А там мне пришлось больше 3000 потратить только на одну гиалуронку. Восстанавливает структуру и эластичность соединительной ткани и, главное, улучшает микроциркуляцию крови и укрепляет сосуды. Еще один продукт. То есть вот этот продукт у меня был в программе. Без него никуда. Еще один продукт у меня был, причем при болевых, когда была боль, болевой вот этот синдром. Я пила синхровитал 6 в двойной дозировке. И вот прежде чем рассказать про синхровитал, я хочу рассказать вам немножечко про, почему именно этот продукт, почему с биологическими ритмами связано. Потому что есть такая наука, хронобиология, компания как раз ее на службу нашему здоровью призвала. Но вы знаете, что наш организм регулируется биологическими ритмами, своеобразными внутренними часами. И когда биоритмы дают сбой, то человек чувствует себя вялым, теряет работоспособность, становится подвержен атакам вирусов и бактерий. И поэтому вся серия синхровитал, а там у нас есть для суставов, для печени, для сердца, для мозгового кровообращения, для зрения, она как раз подчинена вот этой науке. И для чего она вся необходима? Для адресного воздействия на отдельные системы организма. И как работает именно синхровитал 6? Это хронобиологическая защита суставов, это защита суставных тканей согласно биоритмам, это оптимальные суточные дозировки. Я потом на следующем слайде вам покажу, сколько там чего добавлено. Это растительные вещества противовоспалительного действия. Ну, это, как я уже говорила, глюкозаминсульфат. Вот, это кора белой ивы, экстракт коры белой ивы, это производные салициловой кислоты. Это хондроитина, сульфат обязательно. Это экстракт корней гарпогофитума. Гарпогофитум тоже очень интересное вещество. Экстракт шиповника еще, из которого богат витамином С. Так вот, гарпогофитум, это у него основное действующее вещество гарпогазит. Это растение в Африке применяется при болезнях желчного и мочевого пузырей, печени, почек. А в Европе оно очень активно применяется при артрозе, заболевании суставов, дегенеративно-дистрофического характера. По-другому еще называют чертов коготь или коготь дьявола это растение, гарпогофитум. В качестве лекарства используют корни. Главное действующее вещество – гликозит, гарпогазит. Здесь единственное, не рекомендуется употреблять именно отдельно вот это растение большой дозировки, если есть язвенная болезнь, геноспердные кишки и желудка. Но в продукте синхровитал-6 он добавлен в небольшой дозировочке. Там буквально 18% от дневной нормы. Следующий слайд. Вот посмотрите. То есть комплекс утра, комплекс вечер содержит два комплекса. Достаточно глюкозамина и хондроитина, причем они вечером и утром. Гарпогазитов тоже достаточно много. Вот этот продукт, он действует комплексно. Единственное, что если сильная есть боль, то его иногда, я даже слышала, до 4 капсул утром и 4 капсул вечером, но в какой-то короткий промежуток времени. 15-30 дней вот так вот принимают. Ну и для кого этот синхровитал? Ну для тех, кто профессионально занимается спортом, кто много времени проводит на ногах. То есть обратите внимание на ваших знакомых, у которых работа такая не сидячая, а стоячая или ходячая. Занимается фитнесом и бегом. Кстати, кто имеет сидячую работу, тоже для них хорошо. Ну и кто страдает от избыточного веса. Что еще в этой программе должно быть обязательно? Вот такой вот фиточай. Фиточай номер 7. Это легкость движений. Легкость движений. Чай у нас используют в двух программах. В программах для здоровья почек и в программах для здоровья суставов. Он нормализует водный и минеральный обмен в суставах. Он снимает отек и воспаление. Вы знаете, это 100%. Казалось бы, ну это просто чай. Но это не просто чай. Сейчас я вам расскажу, что в него входит. И вы сами убедитесь, что травки очень сильные. И они подобраны очень хорошо. Гармонично. Трава лобазника, хвоща, сабельника, листья смородины, брусники, плоды шиповника и корни солодки. Еще от природы очень хороши, я их называю, природные защитные бальзамы. Это бальзамы для тела. Здесь и живокосты, простой живокост форте. И бальзамы корень, и бальзам концентрат корень. И новые бальзамы. Бальзам Уян Нома, это гибкий лук. Новый бальзам Флекс Актив, который тоже, это вот последний наш новенький бальзамчик. Дегтярный бальзам, сейчас его нет, к сожалению. Но вот этих бальзамов достаточно для наружной. Это бальзамы наружного действия с очень хорошей концентрацией полезных действующих веществ. Какие еще продукты используются для природной защиты суставов? Глюкозамин и хандроитин, он у нас двух видов. Вот здесь на слайде спортивный для поддержки суставов. Там 2 грамма мощных кондропротекторов в суточной дозировке. Ну, спортсменам-то это точно на постоянной основе и всем сторонникам активного образа жизни. Помогает снять воспаление и облегчает движение. И вот продукт серо-МСМН называется он метилсульфанилметан. Он у нас появился, ну, наверное, года полтора, уже два. Почему был придуман этот продукт? Да потому что он очень хорош именно для снижения воспалений в суставах, для расслабления связок, для улучшения обменных процессов в соединительных тканях и ускорения восстановления и регенерации. Ну, спортсменам точно на постоянной основе. И вот у меня в Крутой Горке есть возрастная группа. И вы знаете, женщины, все, у которых есть проблемы в суставах, а там такие, ну, такие есть. И вот, и как только появилась сера, они стали брать ее. Получается, 3 капсулы в день у них уходит. И, ну, качественно стали себя лучше чувствовать. Ушла боль суставов, ушли отеки и подвижность, появилась подвижность. Ну, не совсем как молодые, конечно, когда тебе 80-85, ты как молодой не побежишь, но здорово облегчили. Есть еще у нас один вид глюкозамина и хондроитина. Это витамины номер 4. Там, конечно, простенький состав, но, вы знаете, он тоже очень эффективный. Единственное, что если предыдущего спортивного нам нужно в день, допустим, если не спортсмен, 2 капсулы достаточно, то вот essential витамин, ну, здесь, наверное, побольше нужно будет глюкозамина и хондроитина, потому что, ну, это вот здесь больше ничего не добавлено, только два вот этих компонента. И что он делает? Предотвращает разрушение суставов, пораженной остеоартрозом, снижает боль в области суставов, обеспечивает выносливость, гибкость хрящевой ткани и убирает вот эту вот особенно утреннюю туго подвижность, когда ты встал утром, и вот такое ощущение, что ей нужно расходиться. И один из моих любимых продуктов, я его сейчас рекомендую всем. Почему? Потому что он удобный, он эффективный, и он по цене, ну, приблизительно получается такой же, как если мы берем кучу-кучу других продуктов, просто вот это вот удобство, когда тебе не нужно раскладывать по баночкам, ну, я считаю, это того стоит. Flex Coupe. Посмотрите, как он работает. Там получается 30 пакетов по 4 капсулы и 2 таблетки. То есть в каждом пакетике 6 продуктов. Первый – это защита хрящевой ткани, то есть это обязательно глюкозамин, хондроэтин, витамин Е, поддержка суставов – это барага амарант, сочетание с витамином D и омега-3. Вот. И формула третья – это гибкость и выносливость. Это ультраконцентрат омега-3 кислот в комплексе с хондропротекторами. То есть это связочный аппарат суставов, поддерживает классно. И состав продукта. Я понимаю, что вы наизусть не помните составы барага амарант, омега и вот спортивного хондроэтина. Я просто специально этот вопрос поизучала. То есть получается, что в двух коробках флекс-куба, это получается по цене, так-то он стоит 3 900, 7 800. Если мы берем столько же барага амарант, это нам 4 коробки нужно взять, на 2 месяца мы считаем. Там на 2 месяца и здесь на 2 месяца. Омега-3 спортивную тоже на 2 месяца. И вот глюкозамин и хондроэтин спортивный. Получается, если мы берем в разнобой эти продукты чуть дешевле, но мне, например, неудобно, что вот это вот столько коробок стоит, что нужно накладывать. По мне так лучше флекс-куб. Это и удобно. Ну и по деньгам, да, чуть-чуть мы проигрываем по деньгам, но зато по удобству выигрываем. Но это вот такая сильная программа. Если выбирать между этой программой, допустим, и вот следующую для профилактики суставных болей, там получается дешевле. Но опять же, сильные проблемы, когда есть суставы, мы все-таки решаем 3D-флекс-кубом. И вот еще одна программка для профилактики суставных болей. Но без сорбента, артра вы точно не обойдетесь. И знаете, это можно делать, вот, например, все знают, когда вот этот пик выходит там по желудочно-кишечным, по суставам. То есть это осень-весна. Вот сейчас февраль, середина февраля, самое время. Если вы знаете, что у вас весной обострение будет, самое время сейчас начать. Много чего, конечно, может обостряться, аллергия и так далее. Но уж выберите, с чем работать в первую очередь. И вот для суставов сейчас самая-то программка. Сорбент-артра, Адаптовид, потому что Адаптовид напитает вас энергией и вот этот адаптационный ресурс восполнит. И фиточай, легкое сдвижение и синхровитал 6. То есть вот эта программа, она получается у нас в пределах 2000. Вот месячная программка профилактическая, очень эффективная. По продуктам у меня все. Ну и хочу сказать, что согласитесь, что гораздо проще позаботиться уже сейчас о защите суставов, сохранить легкость движения на долгие годы, чем потом, вот как я, допустим, дождалась, когда у меня заболело уже колено, и я полтора года, ну каждый месяц в этом направлении работала. Но я это победила. У меня все. Лен, продолжишь? Давайте сейчас отвечу на вопрос. Если есть вопросы по заболеваниям, можете написать. И если нет вопросов, я сейчас отвечу на то, что написали. А потом мы с вами сделаем практику и сделаем как раз там исцеление некоторых программ, которые встречаются в отношении костной системы. Если говорить про дисплазию, то дисплазия, во-первых, она обычно не является только суставной, потому что при дисплазии обычно все-таки и недоразвитыми бывают и кости, то есть и сустав, и там еще какие-то, то есть и нервы, и сосуды. И если говорить про недоразвитость именно суставной или костной ткани, то еще очень часто же дисплазия, она считается как генетическим заболеванием наследственным, то это как раз-таки про то, что, то есть если смотреть от стороны костной системы, то дисплазия здесь, это про то, что некая недоразвитость в духовности, то есть когда не уделяется внимания духовности, духовной стороне, духовной составляющей, когда человек живет только материальным миром в оторванности от своей духовности, а духовность является структурой для человека, потому что это та энергия, которая нас создает. И если мы в открытии живем от этой стороны своей жизни, и может быть, почему это передается еще по наследству, потому что, возможно, и предки так жили, когда духовность была неважной, когда духовность была, знаете, как наше поколение, в смысле поколение до нас, те, которые жили при Советском Союзе, там духовность порицалась, потому что если до революции была духовность хотя бы через религию, хотя духовность может быть и не обязательно через религию, да, то есть духовность я имею в виду не религиозность, да, я не имею в виду эти два понятия, они разные, есть религиозность, а есть духовность, и не всегда истинная духовность приходит через религиозность, но если говорить про то, как жили, например, поколения наших родителей, то, как правило, они вообще жили, в принципе, в отрыве от некой духовности, да, то есть там была нацеленность чисто на материальные, да, на материальные такие проявления жизни, и вот этот отрыв от духовности, от духовной составляющей, он как раз, даже если не у родителей, да, выражался, то он мог выразиться через поколение, да, в следующем поколении, или через поколение в том, что происходит, когда у ребенка, да, у ребенка уже рождается, например, с врожденной дисплазией, да, когда у него недоразвитость костных тканей или тканей суставных, поэтому вот это то, что касается дисплазии, если говорить про дисплазию суставную, когда сустав недоразвит, то это, опять же, про страх движения, про страх движения вперед, про страх перемен, про сопротивление к переменам и нежелание двигаться вперед, и даже если это с этим родился ребенок, да, казалось бы, да, какие там убеждения у ребенка, но даже ребенок, когда рождается, это же, у него уже, во-первых, есть унаследованные программы от генетики, и, возможно, он рождается как один из вариантов, да, что он, с чем надо работать, надо работать именно с программами родительскими, то есть если это маленький ребенок, то надо работать на самом деле родителям со своими программами, и можно работать параллельно и с ребенком, даже если ребенок маленький, еще он не говорит, работать можно с человеком в любом возрасте, в любом состоянии, даже с человеком в коме можно работать, потому что есть такая техника, как работать через высшее я, и с маленькими детьми, которые не говорят, мы также работаем через их высшее я, и есть прекрасный результат, у меня недавно, например, мне одна из моих студенток написала, у нее по осени, я не помню, рассказываю я про это или нет, например, но у меня вот клиентка, студентка, у нее по осени был вопрос у внука, что там было сначала инфекционное заболевание, типа пневмония, лежали в больнице, потом последствия этой инфекции на сердце сказались, и там сказали, что вообще там такое состояние, типа редкое, которое там угрожающее жизни, в общем, ставили сначала неутешительные диагнозы, но в итоге она мне недавно, где-то неделю-две назад прислала сообщение о том, что они были на УЗИ, и в общем, все изменения, никаких изменений нет, то есть все в порядке, все, ребенок развивается нормально, то есть все последствия просто растворились, то есть поработали с ними, они все прошли. Ну, это кажется, может, на самом деле плохо, на самом деле там, вернее, это может кажется, что очень легко, на самом деле там работы было проделано очень много, да, я так сказала в двух словах, работы было проделано много, и мама с собой работала, и, то есть работали с ребенком через высшее я, но вопрос не в том, да, что сколько было проделано работы, а в том что за эти вот то есть это где-то по моему с октября октябрь ноябрь декабрь и январь февраль да вот за ну где-то за пять месяцев за полгода до из того состояния в которых был да сейчас перешли в состоянии здоровья все возможным он трудисплазия хондро дистрофия это одно и то же вы знаете я не могу сказать потому что я хондро дисплазии хондро дистрофия одно и род dose или нет потому что я знаю дисплазии это когда они раз с никого ну какого-то органа какого-то какие части да какой-то тканей а дистрофия наверное shortage наверное ты немножко дуку др Диэстрофия это сейчас скажу это недостаток питания то есть когда недостаток питания и начинает кому дистрофировать то есть начинаются дистрифические изменение потому что дистрифически изменения могут происходить и в других тканях. Это недостатка питания. А дисплазия это именно когда изначально недоразвитость какой-то, какого-то, ну, то есть какая-то часть тела, какой-то орган недостаточно равен, как он должен быть. Благодарю за это. Это очень полезно. Так, да? Да, Лен, ты права, я уже посмотрела как раз дисплазия, дистрофия. Да, но я сначала вот сказала, что не знаю, потом вспомнила, что, наверное, знаю. Быстренько посмотрела информацию в этой книжке. Поэтому здесь это немножко разные состояния, и там, соответственно, причины тоже немного разные будут. Давайте сейчас сделаем практику. Мы делаем медитацию, мы уже делали медитацию на каком-то из наших на каком-то из наших других, да, на какой-то из наших встреч мы уже делали, на встрече про иммунитет мы делали такую практику. То есть что мы сейчас будем делать? Мы вначале подышим, расслабимся, выйдем вот в это состояние такой расслабленности, соединенности, спокойствия, соединимся с энергией. Вы не уходите, если у вас есть время, оставайтесь с нами еще, пока делайте практику. Потому что я смотрю, пишут уже благодарности за эфир, это еще не все. У нас сейчас еще важная, полезная часть. И потом, когда мы с вами выйдем в это состояние, соединимся с источником, с этой безусловной любовью, мы почистимся еще, там наполнимся. Я буду спрашивать ваше разрешение на то, что я буду вам предлагать. То есть я вам буду предлагать, например, можно ли я очищу ваше пространство. Ваша задача в этот момент просто давать свое согласие. В чат ничего писать не нужно. Те, кто смотрят записи, ваша задача тоже просто мысленно дать свое согласие. Сказать, что да, я согласна или согласен, принимаю. И тогда, то есть вам будет производиться вот то, о чем я, то, что я вам предложила. Все это будет происходить в энергии безусловной любви абсолютно из вашего выбора. То есть если вам что-то не подходит, не откликается, вы можете это не выбирать и не принимать. Если вам это подходит, если вы хотите это для себя, то вы соглашаетесь и принимаете это. И также я вам буду предлагать поменять некоторые программы. например, если вам, опять же, если вам откликается, например, я вам могу предложить поменять программу о том, что я должна страдать или должен страдать, поменять на то, как это чувствуется, как это знаете, как я знаю, что я могу жить без страданий. Если вы будете согласны на эту замену, вы даете свое согласие и у вас это будет происходить, даже если вы это смотрите в записи. Если вам это не откликается, вернее, если вы не хотите этого, это менять что-то, что я вам предлагаю, вы можете просто сказать, что вот это мне, например, не подходит, я это не хочу и у вас ничего не произойдет без вашего согласия. А потом писать не смогу. Ничего страшного. Хорошо. Благодарю вас тоже за отклик, за обратную связь, за ваши вопросы, за то, что вы присутствуете, потому что даже то, что вы присутствуете слушать, уже происходит какая-то работа и какие-то изменения, потому что энергия проходит не только когда мы делаем практики, на самом деле, когда мы просто об этом говорим, мы уже что-то исцеляем, уже энергия начинает идти и работать. Хорошо. Давайте садимся в удобно. Ваша задача сейчас просто слушать мой голос, идти с моим голосом и выбирать, что вам откликается, что вам удобно, что вы хотите поменять или не хотите и давать свое согласие. Ну, либо если вам это не подходит, то вы просто не даете свое согласие, тогда все будет происходить именно по вашему согласию. Садитесь удобно. Можно лечь, если вы уверены, что вы не уснете, но даже если вы ляжете и уснете, ничего страшного. Энергия все равно проходит и все равно работает в любом вашем состоянии. Закрываем глаза. Делаем глубокий, плавный, медленный вдох. И сделайте такой же плавный, спокойный, медленный выдох. И сделайте еще один спокойный, глубокий вдох. Спокойный, плавный, медленный, расслабляющий выдох. И продолжайте дышать. Дышите в своем режиме, в своем ритме, так как комфортно вам. И я предлагаю вам делать вдох через нос, а выдох делать через рот. И сейчас представьте, ощутите или знайте, что когда вы делаете вдох, и вы наблюдаете этот вдох, и вы наблюдаете, что с вашим вдохом вместе с воздухом вы вдыхаете поток энергии жемчужно-белого света. И эта энергия направляется в ваше тело, наполняя ваши легкие, наполняя ваше сердце. Эта энергия с потоком вашей крови разносится по всему вашему телу, каждой клеточке, каждому органу, каждую часть, каждый уголок вашего тела. и все ваше тело, включая кожу, сейчас начинает получать эту энергию жемчужно-белого света, с которой вы соединяетесь через ваше дыхание. когда вы делаете выдох, с выдохом вы отпускаете все ненужное, все беспокойство, весь дискомфорт, все мысли, все разговоры, всю суету, все напряжение, и с выдохом вы отпускаете и ваши мысли, и ваши чувства, которые вы, может быть, за время, пока мы разговаривали, осознали, нашли где-то у себя, почувствовали где-то у себя. На самом деле, даже если это где-то у вас есть, вы можете выбрать сейчас это просто отпустить. И снова сделайте еще один вдох и снова выдох. И почувствуйте еще раз вместе с вдохом наполнение вашего тела потоком жемчужно-белого света. И почувствуйте вообще просто ваше тело. Почувствуйте, как это, когда вы сосредотачиваете свое любящее внимание на своем теле. И пройдитесь еще раз своим вниманием по всему своему телу. И просто направьте своему телу сейчас ваше внимание через любовь и благодарность. Поблагодарите свое тело, каждую клеточку, каждый орган. Скажите своему телу о том, какое оно удивительное, как вы ему благодарны. Как много у вас есть благодаря вашему телу. Какое оно мудрое, как оно восстанавливается, как оно поддерживает вас, какое оно выносливое. И дайте очень много любви вашему телу. Я знаю, что каждый из вас умеет любить и проявлять любовь и заботу о других людях. И давайте сейчас начнем эту любовь и заботу проявлять о себе. Уделим внимание о себе, уделим это любящее внимание, заботливое внимание по отношению к себе и к своему телу. Когда мы начинаем видеть и слышать, ощущать свое тело и его потребности. Продолжайте дышать и продолжайте делать вдох. И с каждым вдохом наполняйте свое тело этой энергией. И с каждым выдохом выдыхайте все то, что больше вам не служит, все то, что вы хотите отпустить. Вы можете направлять выдох, делать выдох из разных мест, из разных частей тела. Вы можете представлять, что когда вы делаете выдох, вы делаете выдох через ваши стопы, через ваши стопы, из вашего тела выходит боль, какие-то заболевания, какие-то диагнозы, какие-то симптомы, какие-то синдромы. какое-то напряжение, беспокойство, разочарование, чувства, мысли, эмоции. Давайте сейчас представим, что сверху на вас опускается поток энергии жемчужно-белого света. И вы вдыхали эту энергию. И сейчас давайте представим, что эта энергия потоком, как водопад, опускается на вас и омывает вас снаружи. И вы продолжаете вдыхать эту энергию, но также одновременно с этим вы обнаруживаете, что вы оказались в пространстве, которое полностью заполнено этим жемчужно-белым-белым переливающимся светом. И этот свет легко и свободно проходит сквозь вашу макушку и изнутри наполняя ваше тело. И вы продолжаете вдыхать этот свет. И может быть, вы увидите, как этот свет проходит сквозь каждую клеточку и пору вашей кожи, наполняя вашу кожу этим сиянием. Этот свет проникает повсюду, и вы, оставаясь сами собой, одновременно соединяете с этим светом, еще больше расслабляя свое тело и свое сознание. И почувствуйте, что когда вы соединяетесь с этим светом, ваше тело становится легким, как будто бы парящим. Почувствуйте, как уходят все тревоги. Почувствуйте внутри себя спокойствие, наполненность, безопасность, защищенность. И почувствуйте, представьте, может быть, что как в этом свете, как будто бы вы качаетесь на мягких волнах, как будто этот свет вас обволакивает и убаюкивает, и согревает, и обнимает своей заботой, своей любовью. Вы чувствуете себя в этом свете, как в самых любящих объятиях, полной безопасности и защищенности. Давайте сейчас очистим наше тело, поле, пространство, если вам это комфортно, если это то, что вы хотите. Очистим от всех тех программ и мыслей, чувств, которые принимались за время нашего разговора, которые вы осознали. от всех, от всего энергоинформационного мусора и почистим также наше тело от токсинов и ядов, солей тяжелых металлов, радионуклеидов, от вирусной, бактериальной, лекарственной, нагрузки, от грибов, паразитов, простейших, которые причиняют вред, причиняют дискомфорт вашему телу, вашему здоровью, вашему самочувствию. И все это растворим сейчас в вашем теле, в потоках этого жемчужно-белого света. И все это сейчас освобождается из вашего тела, покидая ваше пространство и все чужеродные энергии по отношению к вам. Если вы согласны, просто давайте свое согласие, наблюдайте, как вы принимаете это исцеление, принимаете этот свет, принимаете это очищение, и этот жемчужно-белый свет очищает ваше пространство, трансформировая, освобождая из него все то, что я поговорила, все то, что вы готовы отпустить, все то, что вы хотите отпустить, от чего вы хотите освободиться, направляйте поток этого жемчужно-белого света на свое тело, наблюдайте, знаете, ощущайте, как ваше пространство входит еще больше этого света, и как все то, что вымывается, все то, что освобождается из вашего пространства, как это место заполняется этим жемчужно-белым светом, а старое покидает или мгновенно трансформируется в вашем пространстве, в вашем теле, упирайте в себя по максимуму этот свет, и направляйте еще больше потоков этого света, этой любви, этой энергии туда, где вам необходимы те места в теле, в ваших мыслях, в ваших чувствах, где вам необходима любовь, поддержка, исцеление, где вы хотите что-то поменять, где вы хотите что-то отпустить, исцелить, давайте дадим как знание, как понимание, как чувство, что такое исцеление, и что для вас возможно исцеляться, и что для вас возможно исцеляться мгновенно, что для вас возможно принимать исцеление от безусловной любви, через безусловную любовь, от Творца, от Источника, чтобы этого достойно. Давайте это все загрузим, сразу дадим как энергию, как чувство, как знание, как понимание. Просто принимайте, если вам это откликается, если вам это комфортно, принимайте сейчас эти потоки, эту информацию, это знание. И оно будет встраиваться в ваше пространство, в ваше тело, выполнять вас новыми чувствами, знаниями на всех уровнях. Везде, где вы готовы это принять. Сделайте глубокий вдох и выдох. Давайте сейчас поменяем с вами некоторые программы, которые касаются космической системы. И давайте освободим сначала из нашего пространства некоторые программы, которые могут вызывать боли, болезнь, страдания. Давайте высвободим такие программы и мысли, или убеждения о том, что я должен или должна страдать, о том, что я должен или должна постоянно бороться, что жизнь — это борьба, жизнь — это страдания, жизнь — это сожаление, что я всегда сожалею о прошлом. Давайте также высвободим и очистим наше тело, поле и пространство, если вы согласны на таких программах, как создатель отказался от меня, создатель бросил меня, отвернулся от меня, создатель оставил меня, создатель отрицает меня о том, что может быть, где-то у вас есть ощущение или мысль о том, что как будто бы моя жизнь мне не принадлежит, моя жизнь была украдена у меня. Я несу тяжесть мира на своих плечах, я несу ответственность за весь мир, я несу ответственность за счастье других людей, за счастье жизни всего мира. Я должна все делать сама или я должен все делать сам? Я один в этом мире или я одна в этом мире? Я лишена поддержки или я лишен поддержки? Я всегда перегружена? Я мученик, страдалец или я страдальца, мученица? Давайте освободим наше тело, поле и пространство от таких чувств и программ, что создатель во всем виноват или я во всем виновата? Я нахожу ошибки везде, в каждом, во всем, я придираюсь ко всем. Я ненавижу людей, я ненавижу человеческую расу, я постоянно сплетничаю, я критична к себе, я критична к другим, я критикую создателя, я всегда говорю да или я всегда говорю нет, я живу в состоянии паники, я чувствую себя отсоединенной от Творца, от Создателя. для меня для меня есть что-то невозможное в этом мире или может быть, что, что бы я ни делала, ничего не получается и для меня невозможно получить то, что я хочу или жить так, как я хочу. я, давайте также высвободим, если возможно в вашем пространстве есть такое ощущение или такая программа, что я чувствую все чувства других людей и я должна их чувствовать, пропускать через себя или я не понимаю разницы между моими чувствами и чувствами других людей. или я думаю или чувствую, что Создатель меня не любит, что я недостойна любви Создателя. Я не знаю, как это чувствуется поддержка, защита и любовь Создателя или что я этого недостойна или что для меня невозможно это получить или что я недостойна заботы и поддержки. Если вы это выбираете, давайте сейчас всем, кто согласен, высвободим все эти программы, все эти чувства, все эти мысли наилучшим, наивысшим образом исцелим их, обменим, завершим на всех уровнях. Позвольте сейчас, если вы это выбираете, потоку безусловной любви, потоку энергии Творца войти в ваше пространство и очистить его от всех этих мыслей, чувств, программ и высвободите это все из вашего пространства через, безусловно, любое, через ваш выбор, мы лучшим и высшим образом. Все, чему вы позволяете произойти, все это прямо сейчас реализуется и происходит в вашем пространстве безусловной любви из вашего выбора. И выдыхайте это или отпускайте это через стопы ваших ног или через дыхание или еще каким-то образом. Просто наблюдайте, как это происходит, наблюдайте, что с вами происходит, что происходит с этими мыслями и чувствами, когда вы отпускаете когда этих мыслей, этих чувств, этих ситуаций, может быть, жизнью, где вы так себя чувствовали, просто касается безусловной любовь, когда безусловная чистейшая любовь Творца заходит в эти мысли, в эти чувства, в эти части вашего тела, в костную систему, в двигательную систему, где жили и оставались все эти мысли и чувства. и все это начинает высвобождаться и покидать ваше пространство. Вы можете это опустить прямо сейчас. Давайте сейчас на освободившееся место мы дадим другие знания и мы дадим сейчас опять же то, вы можете принять то, что вам откликать то, что вы хотите принять. Я предлагаю следующее знание, следующие загрузки, чувства о том, как это знать, что Создатель любит меня, как это чувствовать поддержку во всем, что я делаю, о том, как это знать, чувствовать и понимать, что я замечательный человек, о том, как это знать, я могу поднять дух других людей, находящихся в моем окружении. Я знаю, как быть полностью соединенной Создателем, как чувствовать соединенность Создателем, как это чувствовать Создателя в себе, в каждой клеточке моего тела, в каждой моей мысли, в каждом моем дыхании, в каждом моменте моей жизни, как это видеть, чувствовать, осознавать в Создателя, энергию в Создателя, энергию, безусловно, Любви, и быть соединённой с этой энергией. Я знаю, как жить без паники. Я знаю, как доверять себе. Я знаю, что для меня всё возможно, когда я соединена с Творцом или соединю с энергией мироздания с Творцом. Я знаю, как видеть, понимать и ощущать разницу между своими чувствами и мыслями и чувствами и мыслями других людей. Я знаю разницу между моими чувствами и чувствами той стороны, в которой я нахожусь. Я полностью любима Создателем или Любим Создателем. Я понимаю интерпретацию Любви, данную мне Создателем. Я знаю, как ощущать нежную заботу Создателя обо мне. Я знаю, как жить без страха. Я знаю, как иметь сочувствие. Я знаю, как сочувствовать себе. Я знаю, как жить без чувства жертвы. Я знаю, как это чувствуется, быть важной для Творца или быть важным для Творца. Я знаю, как нежно заботиться о себе. Я знаю, что такое нежная забота. Я знаю ощущение нежной заботы. Я знаю, как жить без состояния борьбы, без сожалений, без страданий. я знаю как жить без необходимости нести тяжесть мира на своих плечах без необходимости нести ответственность за других я знаю как жить без необходимости все делать самой или самому я знаю как жить без перегрузки без того чтобы перегружать себя я знаю как это быть хорошим друг и хорошей подругой я знаю как это чувствуется что я хороший друг хорошая подруга я знаю как это чувствуется и как быть хорошей дочерью или хорошим сыном я хорошая дочь или я хороший сын я знаю как быть сбалансированной или сбалансированным физически ментально духовно эмоционально я знаю как двигаться вперед без страха, я знаю, как позволить себе двигаться вперед без страха, я знаю, как принимать изменения, я знаю, как это быть гибкой или гибким, я знаю, как это чувствуется гибкость, я знаю, как жить без обвинения себя или создателя или других, я знаю, как жить без необходимости находить везде ошибки и придираться ко всему, я знаю, как это любить своих клиентов, я знаю, как жить без ненависти к людям и к себе, я знаю, как жить без сплетен, я знаю, как жить без критики, я знаю, как, когда и каким наилучшим образом говорить «нет», я знаю, как, когда, каким наилучшим, наибольшим образом говорить «да». Давайте все, что вы принимаете, Все, что вам откликается, все, что вам необходимо, все это прямо сейчас входит в ваше тело, в ваше поле, в ваше пространство, как новые знания, как новые чувства, как новые умения или понимания. И встраивается наилучшим и высшим образом на все уровни, на всех языках, в ваше ДНК, в вашу генетику, всем предкам, потомкам, кто согласен принять эти загрузки, эти знания, эти чувства, эти навыки, эти добродетели. И все это интегрируется во все сферы жизни, наилучшим и высшим образом, все повыше истине, вместе с безусловной любовью и через безусловную любовь. И снова позвольте потомку жемчужно-белого света обойти в ваше поле, пространство, в ваше тело и привнести в него, привнести в ваше сознание, в ваше чувство, в ваши модели поведения, новые знания, новую информацию, новую энергию. Вы ощущаете, как это чувствуется в вашем теле. Вы наблюдаете, где в теле, какие ощущения, как меняются ощущения в теле, когда вы принимаете эти новые знания, новую энергию, новую информацию, как оно встраивается. Продолжайте дышать. И сейчас снова, еще раз, направьте на себя поток жемчужно-белой энергии. Или представьте, что вы видите перед собой поток жемчужно-белого света, и вы встаете в этот поток, как под водопад, и омываетесь в этом свете, омываетесь в этой энергии, наполняясь. И эта энергия прямо сейчас еще раз исцеляет, очищает, наполняет ваше тело, поле и пространство, вымывая, вычищая, высвобождая все то, что вы готовы отпустить. И еще раз наполняет вас новыми чувствами, знаниями, новыми энергиями, новыми решениями. И вы знаете, как по-новому себя чувствовать, как по-новому мыслить, как по-новому действовать, как по-новому реагировать на какие-то вещи, на какие-то события, ситуации. И вы знаете, как создавать события, отношения, ситуации, реакции в своей жизни не из старого прежнего автомата, а по-новому, из всех тех новых знаний, которые мы сейчас привнесли в ваше пространство. И энергия будет продолжать менять то, что происходит, то, что вы осознали. Исцеление будет еще идти несколько дней, продолжаться, прогружаться, углубляться. Если вы согласны, я сейчас еще дам в веление, чтобы всем, кто принимает исцеление на все те моменты, которые у вас сейчас, может быть, еще сложно где-то происходит, чтобы энергия продолжала это все исцелять, наполнять, трансформировать наилучшим и высшим образом для всех и для каждого. Сделайте вдох и выдох и вернитесь мысленно в свое пространство, в свое тело. Вы шевелите руками-ногами, ощутите себя здесь и сейчас. Открывайте глаза. Я рекомендую попить воды. Всегда, когда мы делаем какие-то практики, я рекомендую пить воду как можно больше. Так же, как и в сибирском здоровье, когда мы говорим про здоровье, мы говорим про то, что важно очень пить воду. И вода присутствует везде и всегда, и вода – это вообще самый первый наш помощник. Надеюсь, самочувствие хорошее. Да, отлично. Я, кстати, забыла сказать сразу про то, что когда мы делаем такие практики, какие-то замены программ и так далее, исцеления, вот эти энергетические, я рекомендую хотя бы в этот день воздержаться от употребления алкоголя. Желательно еще и следующий день, потому что вот эти загрузки, эти изменения, они еще встраиваются и происходит еще какое-то время. Но хотя бы сегодняшний день, да, чтобы действие алкоголя не влияло на эти процессы. Ну, я просто забываю об этом говорить, потому что сама уже давно… А как же красное французское вино? Нет? У вас не принято? Я когда в 2017 году сюда первый раз приехала, я попробовала вот красное как раз французское вино. И я не скажу, что я прямо осталась в таком восторге, но, возможно, надо ехать куда-нибудь на винодельне, да, вот где-то прям на земле, где-то прям… Но так как это для меня не особо какая-то важная часть жизни, я не… То есть я знаю, что есть прям специальные гастротуры, когда люди ездят по винодельням, вот дегустируют эти вина, да, там. Но для меня это как-то не является, наверное, таким чем-то очень важным. И я даже… У меня даже нет такого желания, да, там, чтобы вот помечтать об этом, что типа, о, было бы классно поехать в гастроту. Ну, я люблю путешествовать, но именно меня больше вдохновляют просто природные какие-то объекты, природные, ну, леса, горы, поля, моря и так далее. Вот природа меня вдохновляет, а то, чтобы это… чтобы еще, как говорится, меня прет без всякого компота. Лена, давай анонс, давай анонс, делаем, что мы в следующий раз с тобой, что ты планируешь? Ну, я думаю, я предлагаю в следующий раз взять мышечную систему. Ага, хорошо. То есть, раз мы уже говорили про опорный двигатель, да, она, логично, она дальше идет. Совершенно. И тогда мы поговорим еще про мышечную. То есть, это будет 1 марта? Так, сейчас, секундочку скажу. Так, у нас сегодня 15-е, да, 1 марта. Ну, все, тогда завершаем. Котика пришла! Кошечка пришла. У меня тут просто две кошки, две кошки на передержке были и на стерилизации. Ну, вот это, ходит, права качает теперь. Типа, я отвезу. Пришла тоже поработать. Да, пришла поработать. Они тоже энергетические целители еще какие. Всего доброго! Всех благодарю за внимание. Также, да, если какие-то вопросы, пишите. Будем отвечать, может быть, вот перед, да, или после, там. Потому что у нас практики такие, не каждую же встречу. На каких-то встречах мы можем больше по вопросам поговорить, на каких-то практиках поделать. В общем, мы с вами продолжаем нашу работу раз, два раза в месяц. Всех благ, всего доброго. До встречи теперь, да, в марте. Всего доброго. Всего доброго.